Его поликристаллическая структура делает его не только больше, но и тверже. Его практически невозможно разрезать. С естественным алмазом дело обстоит иначе. Хотя это и один из самых прочных известных материалов, у него есть свои слабые стороны. Может показаться удивительным, что обычные алмазы первоначально не безукоризнены. Но в ювелирном районе Нью-Йорка именно эти врожденные изъяны естественных алмазов используются огранщиками камней. Их работа демонстрирует, почему монокристаллические алмазы не подходят в качестве образца для ученых, надеющихся создать сверхпрочный супералмаз. В монтажной комнате алмазы помечают ручкой. Так что у огранщика есть направление работы. Дальнейший компьютерный анализ находит естественные трещины в камне и вычисляет лучший способ, чтобы его расколоть. В наши дни лазеры заменили молотки и зубила в деле огранки алмазов. Но в целом гранение до сих пор полагается на обнаружение естественной плоскости скалывания алмаза. Естественный монокристаллический алмаз чисто разделится там, где его химические связи слабее всего. Зная плоскость скалывания, огранщик может идеально расколоть камень. Эта слабость монокристаллических алмазов является роковым изъяном. Алмазы, которые могут расколоться, недостаточно надежны для использования в области высоких технологий. Ключ к созданию надежного супералмаза лежит в копировании поликристаллической структуры карбонада. Теория формирования черных алмазов в космическом вакууме дает еще одно открытие. Совершенно новый способ изготовления алмазов. Космические алмазы помогли нам понять, что совершенно необязательно использовать давление. Все можно сделать в вакууме. Карбонады приготовили почву для нового типа супералмазов. Более прочные и большие, чем когда-либо. Они могут быть созданы в поликристаллической форме, не встречающейся в природе. Все дело в использовании низкого давления для симуляции космического вакуума. Этот процесс называется химическое осаждение из газовой фазы или сокращенно ХО. Он начинается с того, что маленькое алмазное зерно помещают в вакуумную камеру. При давлении чуть ниже атмосферного. Камера нагревается до 1980 градусов Цельсия. Затем в нее закачивается метан, углерод, содержащий газ, а затем водород. Затем водород и метан бомбардируются микроволнами, которые сотрясают их, заставляя их молекулы сталкиваться. Этот процесс высвобождает облако атомов углерода, которые оседают на зерне. И таким образом алмаз постепенно растет. Это зерно, которое было в начале. 24 часа спустя оно увеличивается вдвое. В научно-исследовательской лаборатории ВМС США Джеймс Баттлер переводит этот процесс на новый уровень. Они выращивают не одиночные камни, а алмазные листы толщиной с микросхемы. Один из материалов, который мы берем в начале, не алмазный материал, например, кремниевая пластина, на которую мы наносим очень тонкий слой этих маленьких алмазных зерен, что выглядит примерно так же, как если бы вы рассыпали соль на кухонном столе. Затем мы помещаем эту плату в ХО, в среду, и алмазы растут. И по мере того, как они растут, они соприкасаются друг с другом, и мы получаем один большой алмаз, но с разными гранями разных направленностей. Каждый алмазный кристаллик связывается с другим, и вместе они формируют сеть кристаллов, покрывающих пластину, толщиной менее чем полмиллиметра. Можно делать такие платы размерами до 20 сантиметров в ширину. Форма образца определяет форму алмазного листа. Идеально для изготовления пластин, заменяющих кремниевые пластины. Они гораздо прочнее естественных алмазов, проводят электричество и выдерживают высокую температуру. Это настоящие супералмазы. Простой тест показывает, почему из алмазов получаются великолепные микросхемы. Они способны проводить тепло. Возьмем кубик льда и большую алмазную пластину. Эта пластина будет проводить тепло от моей руки ко льду. Как видно, алмазная пластина проходит сквозь лед, как горячий нож сквозь масло. И это нечто большее, чем красивый трюк. Супералмазы покрывали усилителями яркости изображения, которые показали, насколько алмазы более эффективны и теплопроводники, чем медь, обычно используемая в электронных комплектующих. Левая пластинка сделана из искусственного алмаза. Правая – из меди. Две пластинки поместили в лед и присоединили к термодатчику, который регистрирует тепло, проходящее через объект. Как видно, по алмазной пластинке слева она проводит тепло быстрее, чем медь, почти что в пять раз. Приставка «Супер» в супералмазе появилась благодаря этой несравнимой способности. Ученые взволнованы. Впервые у них есть материал, который может противостоять засилию кремния. Микросхемы, сделанные из алмазных пластин, могут управлять электронными устройствами с большей скоростью и с большей энергией, при этом не перегреваясь. Они быстрее, меньше и более эффективны. Тонкие, как бритва, компьютеры. Мобильные телефоны с длительным сроком действия. Идеальное изображение на телеэкран. Электроника – это только начало. Сегодня ученые могут создавать алмазы таких форм и размеров, которые произведут революцию в будущем. Исследователи Вашингтонского института Карнеги пытаются решить некоторые самые большие загадки науки. От того, как сжатый газ может проводить электричество, до того, как микрожизнь может выживать в экстремальных условиях. Эти исследования требуют крайне высоких давлений, которые они создают, используя тиски, которые называют алмазная наковальня. С ее помощью объект зажимается между двух алмазных наконечников, что создает маленькую область высокого давления вокруг них. С ее помощью можно создать такое же давление, как в центре Земли. Для экспериментов исследовательской команды из Карнеги этого было недостаточно. Но когда они увеличили давление, произошел сбой. Алмазы разрушились. Рас Хемли, директор геофизической лаборатории, решил улучшить наковальню путем создания ультратвердого супералмаза. Наша группа была очень заинтересована в использовании алмаза для экспериментов с высоким давлением на протяжении очень многих лет. И нам необходимо было перенести это на новый уровень. Нам был нужен алмаз еще лучше, еще крепче, еще больше, чем можно получить от матушки Земли, или в результате естественного процесса. Чтобы создать такой супералмаз, Хемли использовал вариант ХО, метода для ускорения скорости роста алмаза. После этого команда подвергла алмаз высоким давлением и температурам с целью еще больше его закалить. Как результат был сделан еще один скачок в сторону создания супералмаза. Алмаз не только рос во много раз быстрее, но и больше, до 15 карат. Всего за шесть дней они создали алмаз размером всего в три раза меньше, чем алмаз надежда, и в половину прочнее. Камень, который природа ковала бы миллиарды лет. Новый супералмаз был настолько твердым, что сломал твердомер Хемли. При использовании в алмазной наковальне этот новый супералмаз оправдал затраты и ожидания. С его помощью можно создавать такое давление, которое в миллионы раз больше, чем любое давление, существующее на нашей планете. Теперь РАС может имитировать такие мощные силы, которые никогда не изучались. Например, такие, как давление глубоко в земной мантии, достигающее 130 гигапаскалей. Это улучшенный инструмент позволяет Хемли изучать одни из самых важных вопросов. Например, есть ли жизнь в космосе? Супералмазы изменят способы связи повсюду, в особенности на поле боя. При постоянном использовании разрушаемое нагревающимися элементами такое оборудование, как РАЦИ, часто ломается в суровых боевых условиях. Но представьте себе, что они сделаны из супералмазов. Супералмазы уже можно создавать в форме маленьких передатчиков звука, называющихся нанорезонаторами, делая важные рации и компьютеры более надежными и эффективными. Они могут вибрировать со скоростью до 1 миллиона раз в секунду, создавая при этом самый высоко качественный звук, который только существует и при этом тверды, как гвозди. И все это благодаря алмазу в тысячу раз меньше толщиной человеческого волоса. Но это выгодно не только солдатам. Алмазные резонаторы со временем начнут использоваться в таких привычных устройствах, как мобильные телефоны, предоставляя более долгое время разговора и кристально чистую передачу звука. То самое сверкание, которым привлекают нас драгоценные алмазы, открывает еще один секрет – прозрачность. Они прозрачны для света, и они задерживают свет, проходящий через них. Как только свет попадает в алмаз, плотная углеродная структура замедляет его в два раза. И пока свет отображается внутри камня, он задерживается. Можно заставить свет, попадающий в алмаз, полностью отражаться и выходить под другим углом. Вот почему алмазы так сверкают. Ведь свет попадает туда под одним углом и выходит под другим. Это заставляет вас думать, что он светится сам по себе, но это не так. Все, что он делает, это перераспределяет свет. Это замечательно. Теперь вы знаете, почему бриллиант так блестит. Уникальная оптическая прозрачность бриллианта отличный материал для оптических нужд. Алмаз прозрачен для широкого спектра света. От ультрафиолета до инфракрасного излучения. Это единственное вещество, через которое свет проходит практически неизмененным. И мы буквально можем это видеть. Наса может производить сверхпрочные и сверхпрозрачные окна из супералмазов. Возможности супералмазов безграничны. Скоро вы сможете найти супералмаз везде, от вашего рабочего стола до вашей галактики. Сейчас мы видим только самое начало будущего алмаза. И нет никаких пределов тому, что мы сможем сделать с их помощью в будущем. Миллиарды лет ушли у природы на то, чтобы довести алмаз до совершенства. В наши дни мы делаем супералмазы за считанные дни. Тверже, больше и лучше. Будущее не за горами. Технологии производства алмазов улучшаются, а затраты снижаются. Возможно, когда-нибудь настанет день, когда алмазы будут столь же обыденны, сколько камни на улицах. Так же, как сталь, транзисторы и кремний, алмазы, могут произвести революцию. Добро пожаловать в эру супералмазов. Программа.